еще одно доброе утро началось началось и пойдем как там это заговорили о продолжительности жизни томасем что чё и как там одна женщина написала вот там актеры артисты есть довольно таки старые а выглядит очень хорошо наивность они же все на подтяжках поэтому и выглядит хорошо подтянули утянули по крайней мере с лицом мой как-то ну так разбирайтесь что можно подтянуть как будет человек выглядит кстати он белочка ты как будет человек тот же выглядит без всяких ярких убегает бельчонок где-то он тут живет постоянно тут я увижу что-то живет подтяжку подтянули подрезали что-то там сделали тара тата тата бивни вставили и все вроде как фасад обновлен как это там орневская говорил отчетом ремонтировать фасад когда надо новую канализацию канализация старая то остается интересное явление современный мир подносит нам ну люди как живут с пластики это уже их их личное дело кому-то по профессиональным требованиям это надо потому что они лицом зарабатывают ну и так далее что там распространяться на эту тему я вот свое время в газете описал кто как сам поддерживает собственное здоровье был так это уже дальше сколько там проживут так проживут из суперзвезд его там софи ларин кстати мы с ней родились 20 сентября обе девы вот так я почитал что там она делает она там профилактический проход и курсы детоксикации организма она там и питается соответственно так чтобы особо лишнего ничего не было мне и занимается то есть разумно ухаживает за собой с помощью подручных средств которые у нее имеется не полагаясь на то что это поеду тут куда-то и мне там все сделает я потом опять до следующего то буду ходить бродить то есть очень интересно изучать только и как поддержит свое здоровье молодость и прочее помимо там пластики и прочих вещей кажется на пластику надейся но сам не плашай хорошее название для видосика а у меня своя задача по возможности регулярно с утра нарезать часок без всяких особых каких-то установок на темп частоту там пульса просто-просто пройти и вот это вот регулярность она дает гораздо больше чем в этом последовали того пульс еще что-то выдержали там третит это потом все-таки раз и забросили то изменились обстоятельства жизни надо на работу надо еще что-то делать некогда некогда надо конечно уметь управлять жизненным процессом своим временем чтоб его хватало на разного рода ваши потребности ваши хобби и прочее прочее хобби хобби и кстати вот я иду и там опять-таки комментарии кто-то оставил я знал что вы всегда такой с прибамбахом это когда я шел с зонтиком а теперь точно знаю конечно как раз и написал что для некоторых это будет вот так это выглядит что-то зонтиком с прибамбахом а для других станет ясно есть человек внутренний есть человек внешний официально так вот внутренний человек он как ребенок еще несмотря на то что вам может быть из 7080 он как ребенок вот такой вот как там горлохваны ваня сани вот вот и вот его можно задавить взрослые ты же взрослые ты же солидный ты же это вот а можно можно проявлять привет саня с ваней смотрели как вы там рулили но вот давайте саня с вами так что можно подавить то как рассказать личность которая смотрит на мир совершенно иными глазами и надеть на себя летшину вот такого-то 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 это подавление тоже так безнаказанно не останется конфликт будет внутри того в собственном сознании что чтобы вы хотели сделать и что общество заставляет вас сделать и вот это такое вот общество 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 наше мы тут думаем о такое сякое вот она тут хорошая цивилизация так вот эта цивилизация плодит там процентов 90 всех вот этих вот психических расстройств все вроде бы хорошо все так сейчас я возьму кредитик погоню тут куплю вот такой вот моби дико белого на счет а да не тут там было кто-то тушу то 5 то 10 помню своего знакомого от я так хотел купить инфинити там фс как-то fx она называется 35 или 37 там вот все у меня кредитная история такая чистая хорошая все взял кредит купил это ездит а потом только раз он как раз там торговал на в днх все там закрывает эти павильоны в которых он торговал и он мне говорит вот я хотел купить радовался машине а теперь нет я на нее смотрю как как вы своего рода буза за нее надо выплачивать а работы не вот нету что я буду делать как я буду делать двое детей там маленьких ну жена там работает ясно понятно ну в таких вот мыслях он мне все это высказал даже ты может купишь это зачем их солить эти машины чё там с ними делать вот бельчоночка берет скачет вот этот этот видали видали какой непоседа вот чтобы почувствовать себя брелка и вот так вот беззаботно там что-то ну не свои заботы видите одно что-то там жует бегает что-то хочет есть ну я после этого разговора уехал домой прошло там пара-тройка но может больше недель и его мама только хоп звонит говорит а максим-то умер лег спать и во сне умер вот так вот вот эти вот все заботы переживания и кто виноват кто виноват что такого общества что человека подозревает на волнение на переживание он не знает как как дальше жить не уверенность в завтрашнем дне а он думал вот так же будет пошло-поехало мальчишки грибцы пробежали вспоминается спорт рота мне идет девятнадцатый год и там как раз но как бы по казармам казарма там на несколько комнат разделена то есть общая казарма есть такие кубрики в которых представители отдельного вида спорта захватили койки и там командой и находится то есть грибцы находились там были довольно таки-таки мощные ребята вот и они там в кубрики были свое то все 5 10 курили 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 не знаю вот спортсмены на курят не продвахнуть негодяи пойдем поедим на природы вот тебе и лайфхаки хоккей с лайфом лайфхаки хоккей лайф кстати о тренировках о занятиях здоровым образом жизни я уже рассказывал такую особенность что все эти занятия так должны быть встроены в распорядок вашего дня чтобы они вам не мешали а как бы сказать дополняли приятно найти изюминки были изюминки вашим а то что-то там такое сделали там прошлись хорошо без напряга в охотку получили заряд положительных эмоций и прочего прочее для здоровья все это там так сказать ваша биосистема проработалась прокрутилась промылась настроилась то есть вот так вот а если как-то это будет как отдельные занятия занятия которые надо вот как-то соблюдать вот ну вы поняли то есть как-то это для вас напряжно то толка таких занятий уже будет минимальная а в некоторых случаях даже вообще начинается конфликт в вашем сознании ой надо ж позаботиться а вот у вас тут времени не хватает надо то сделать все сделать там с ребенком посидеть еще там уроки сделать и так далее там подобное вот интересные такие вещи время да бездарно потраченное время как мне кажется а может и нет для них это надо пройти эти гаджеты узнать насколько они могут быть полезными насколько они тебе нужны что они там могут сделать и потом уже относиться к ним как как гаджету позвонить позвонил да и лежит себе а не сидеть там и смотреть чужую там жизнь тем более если если тут тебе говорят какая она у меня смотри и то и все я тут купаюсь вот такой я крутой как я живу и тогда конечно возникает как говорится вот это вот чувство у некоторых что ты вот пустое место и в какой-то и в какой-то пустоте живешь а трудно стать самодостаточной личностью самодостаточная личность самодостаточная личность великое дело великое дело выплывают расписные стенки разина челны вот вот интересное дело сейчас только пообщались вон человек пошел в беленькой в беленькой рубашке наверное такого возраста как я а может быть и помладше работал и с моим отцом и с моей матерью поинтересовался что и как ну вот соприкасался там по работе на даче где там еще вот говорит отец был мой Петр Иванович такой веселый человек вот а я как сын его я его знаю с другой большей стороны что мы как-то с ним вот общий язык нашли только в конце жизни а до этого как-то ему что-то не нравилось что-то не нравилось и тут как-то вспоминается различные вещи не совсем хорошие и рукоприкладство и какая-то строгость такая как бы неоправданная ну вот не нашли мой род занятий я вообще занимаюсь меня практически никто не понимает из окружающего ни дети ни жена так особенно моих так сказать творческие устремления вот а что-то понимается несколько другое поэтому так сказать живу живу конечно общаюсь с ними общие точки у нас есть и понятия и прочее прочее ну так сказать вот этих именно вещей как соединение такого плотного на уровне каких-то устремлений моих вываться из дерьма вообще у них такого нету так к слову вот и тем не менее тем не менее тем не менее у меня есть и друзья у нас так сказать общность насчет рыбалки а сейчас уже и занятие гравитационной гимнастикой там но так время немножко проводим и с семьей там есть то есть важно те точки соприкосновения по интересам которые как бы чтоб они их было побольше сближали ну и естественно не выпячивать тех которые они не понимают и не отторгаться не расходиться там насчет этого сложности были семейные у меня сложности были это и с родителями это и и уже с моей там семьей это можно сказать с друзьями с окружающими ну тем не менее тем не менее знаете вот я как-то иду и это довольно таки щепетильная тема о которой мало кто рассуждает рассказывает раскрывается а вот как раз мы с вами пошли на прогулку я сказал вот у каждого есть внутренний человек внешний человек и вот этого внутреннего человека загнали загнобили то есть то что он хочет навести как бы сказать вот такие вот а то что общество ага ты тут ходишь ходишь в штаниках с галстучком а я по-прежнему хожу в шортах что это даже говорит о да ты там в трусах сидишь а я говорю нет это не трусы а такие шорты то есть мне удобно в этом ходить и я не стараюсь мозолить глаза этими шортами или еще чем-то своим там лицом ну тем не менее так вот конечно очень важно чтобы имелась какая-то связь с окружающим вас миром чтобы вообще не оторвались хотя и такое бывает со всеми вытекающими последствиями в зависимости от того к чему вы стремитесь и в то же время у вас было свое собственное личное пространство в котором бы вы могли развивать вот именно вот того внутреннего человека могли его развивать ну что Саня а то я иду что ты хочешь как у вас дела ну видишь хожу приветствую я тут держу рада вы тоже будете туда ну посмотрю как что ну вот Александр думает что бы тут сказать ну я пойду ты пока подумай что скажешь я подойду я тебя понимаю все там такое с подушкой уже спал ну вот видишь подушка лексус уже тут остается за малым приобрести машину но подушка есть вот чтоб ваша вот эта вот личность могла иметь свободу для развития время для развития и конечно человек вот почему вот эти вот секты существуют разные разные направления вот вот человеку надо куда-то прибиться к чему-то как-то там вот он и начинает прибиваться только одной вере кто к другой кто к каким-то занятиям оккультизмом или еще что-то или еще что-то то есть как бы сказать вот это вот просит просит его внутренне это сущность своего развития чтобы на нее было время ну это тогда какая-то будет более-менее гармония между тем чем вы на самом деле представляете потому что на самом деле представляет человек любой мы думаем что его знаем нет мы его далеко не знаем что он является бы на самом деле а вот этого внешнего косвенно конечно можно судить косвенно но те глубины которые есть у каждого что-то может быть и хорошего и и нехорошего это уже это уже совершенно иной разговор оттуда как раз берет корни эгоизм там распускается это мне надо это мне надо на то что там окружающим надо тем более близким семье это как-то мне надо вот и поэтому семьи разваливается ну вот такой интересный разговор у нас получился психология психология тут конечно интересно интересно вспомнить вот когда ты читаешь древние трактаты не обязательно по медицине а вообще там интересные вещи рассказывается вернее так проскальзывает не то что тут они рассказываются а проскальзывает которые ты уже начинаешь будем говорить распутывать от прошлых жизней значит у нас нам даются какие-то наклонности потребности вот примерно в таком вот плане то есть зависимости от того что было наработано в прошлых жизнях это конечно вот как раз и преломляется вот в этом внутреннем человеке который хочет что-то там решить доделать дальше там пойти то есть это очень интересный пласт знаний который позволяет тогда человека понять полностью в некоторых случаях говорят его предназначение его еще там что-то там такое видал жучит вот это да вот это да вот так и я раньше в этом возрасте носился только лесопед был попроще ну продолжим от прежних жизней достаются нам вот эти вот какие-то какие-то направления какие-то побуждения какие-то вот привычки там какие-то вот еще что-то там такое-то нам надо и все это в каждом человеке собрано индивидуально индивидуально собрано и проявляется в жизни кстати это я думаю отчасти влияет и на ну основном нас тут интересует материальное благо и на то что будут ли материальные блага или нет или они уже были у тебя в прошлых жизнях а в этой ты должен прожить так чтобы прочувствовать как как без них живется ну в любом случае в любом случае можно конечно построить общество такое человеческое но это все строится на совершенно на иных знаниях законах и так далее а то тут что получается это уже как там перескочили эти к обществу один царь ушел другой пришел король умер да здравствует король ну так как то как то то есть это большой пласт для размышлений именно и от этого пласта насколько вы с этим со своим внутренним человеком с вашей сущностью взаимодействовать вот в жизни зависят многие вещи да практически вся жизнь зависит многие вещи зависят и успешность и наоборот ну много много просто это как некоторые любят сесть там в медитацию и дальше проследовать по этой ниточке куда она приведет то есть вот это вот подлинная внутренняя сущность человека она проявляется вот у ребенка в таком возрасте как эта девочка и когда ей говорят вот куда то там ножкой топнуло что туда не надо а почему не надо ведь хочется узнать а что это такое как она реагирует а тут это не надо то не надо и в итоге человек обрастает одежками которые позволяют ему значит завернуть свою вот эту внутреннюю подлинную сущность и показать себя уже взаимодействующим сообществом что там ему общество говорит вот это так этот сяк это или еще как то так то есть человек перестает быть самим собой он перестает быть самим собой а становится угодным обществу во ну смотри он так приодетый там так вот работает то имеет все имеет ведет себя то есть как вот общество сложилось так вот ведет при этом не рассуждая а правильно это общество неправильно хотя бы исходя из того что вот это вот есть что есть очень богатые а есть нищие и встает вопрос просто такой а справедливо ли это ну и так далее такие стороны затрагиваем тем не менее тем не менее их вообще-то надо затрагивать решать ну пока это все в головах у каждого человека оформится то пройдет очень много времени тут разного рода события как раз пытается нам показать вот это вот наша нашу изнанку жизни вот это вот наша несоответствие внутреннего человека ко внешнему человеку через разного рода события потрясения катаклизмы ну никто ничего нет не выносит того что надо было бы вынести и каждый молчаливо практически каждый молчаливо соглашается с тем что имеется а потом удивляется чуйте что там рыпят рыпят санька с ванька санька санька рыпят он матерится вот видите санек вот 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 возраст и вот внешне такой человек подходит к вам вроде как несчастный ни то ни сё а внутри видите что там бушует вулкан страстей какой вот вам и наглядный пример того что есть на самом деле которая так вот невольно прорывается и то что вот вот как бы сказать одежка обертка очень хороший пример очень